всем добрый день ой смотрите у меня спиной сирень цветет в общем вышла прогуляться и решила сегодня ехать никуда не в центр никуда а пойду пройдусь по нашим местам где я уже не была очень долго вот но естественно я приглашаю вас с собой на прогулку и заодно расскажу вам интересную историю а гулять я иду за наш мост железнодорожный и вот смотрите если так подойти здесь шлюзы забор естественно а вот там ведь стоит баржа вот она ждет наверное прохода туда вот туда наверно вот поднимается наверно вода но если постоять и посмотреть заметно что она поднимается там электричка идет но мы с вами пойдем дальше если что-то интересное будет я вам обязательно покажу вот вот это яблоня это все естественно уже дичка вот ну и туда вот так вот эти деревья старые такие пойдемте будем смотреть что здесь цветет а то все ездим куда-то по паркам когда здесь рядом тоже есть цветение красивое весеннее майское я пока вам расскажу историю значит начну немножко издалека я думаю что многим звонят от сбербанка службы безопасности сбербанка задают неудобные вопросы пытаются узнать номера карт ну вот такие звонки поступали мне причем генва январь февраль они как-то активизировались там чуть ли не по звонку в неделю было вот и но так как я уже знаю я тут же пресекала все это и отвечал я сама пойду в банк сама свяжусь со службой безопасности и все выяснила ну потому что спрашивали отправляли не отправляли деньги подтверждаете не подтверждаете вот вот ну и естественно как только начинаешь говорить что сама пойдешь сама все узнаешь тут же клали трубку а где-то месяц назад мне поступил звонок и мне представился как следователь отдела внутренних дел на я сейчас уже не вспомню кстати вот эта груша если груши есть тоже уже одичавшие вот значит причем даже не московского отдела внутренних дел а какого-то другого города я сейчас не вспомню ну очень от отсюда как-то далеко и значит начал мне втирать то что значит они задержали там определенного человека фамилию имя отчество назвали вы его знаете нет не знаю значит задержали с доверенностью от вашего имени и он хотел снять деньги с ваших счетов причем причем обратился он ко мне просто по имени и отчество вот но вот тип того операционист вовремя обратил на это внимание пытались вам звонить по телефону который есть банки но вы были недоступны и все такое прочее этот человек сказал что я якобы в больнице поэтому значит нужно срочно снять деньги причем даже не в москве вот и начали мне задавать вопросы по поводу того где бы могли взять мои данные а вы как вы думаете вот смотрите вишня уже отсвела вот и такие вопросы в каких банках у вас еще есть одна считая все такое прочее я говорю ну вы знаете горе я данные такие по телефону давать не буду потому что я не знаю кто мне звонит мало ли кем вы представились и все такое прочее вот я сама пойду банк какой мне надо и сама узнаю и тут началось да вы что так как вы так можете это мы должны все пресекать туда-сюда я говорю я вы знаете говорю я не могу по телефону давать такую информацию я никогда это не делаю но естественно начались наезды да вы не не содействуете следствие все такое прочее ну на что я сказала вызывайте официально поезд повесткой я согласна содействовать следствию но только не по телефону и положил трубку и все на этом закончилось причем увд звонили он даже представил с фамилией имя отчества я тут же конечно записала я после этого позвонила на горячую линию сообщила номер сообщила как не представились они проверили сказали что таких сотрудников у них нет и все на этом дело закончилось и вот вчера мне опять звонок и теперь из говд города москвы главного управления вы представляете кстати меня тут спрашивали по поводу по поводу белой акации не цветет еще но наверно попозже не знаю вот только сухие старого стручки висят сейчас попробую поближе ну так вот и значит начался разговор опять начать заведено уголовное дело пойман сотрудник сбербанка который продавал данные клиента сбербанка вот вам еще не звонили по этому поводу я бы нет не звонили опять же обратились ко мне по имени отчеству без фамилии сам представился я тут же записала я уже сразу поняла что сейчас будет развод вот ну и значит сказал что вот выявили сотрудника в сбербанке который значит продавал данные клиентов ну я говорю ну и что что от меня то надо там вам поступали звонки от мошенников я говорю да поступали значит вы не давали данные нет не давала и тут начинаются опять неудобные вопросы а в каком отделении сбербанка вы обслуживаетесь я говорю я номер не помню а какой у нее адрес я говорю я не помню адрес ну хотя бы примерно скажите где он находится там какое метро я вы знаете я говорю я по телефону такие такую информацию не даю а почему я говорю ну потому что я вас не знаю но я же вам представился мне было сказано включилась ой рябинка цветет а вот я говорю мало и кто бы представился но в общем все то же самое только теперь это уже из гу в д вот ну и опять тот же самый вопрос вы что не хотите помочь следствию все такое прочее я бы я с удовольствием помогу следствию если вы меня вызовите на прием и я вам лично сюда все данные тогда сообщу я кому-то по телефону я давать такие такую информацию не могу и не хочу ну и там начали начались указания всяких статей там и все такое прочее я имею право вас значит вызвать не только письменной повесткой но и по телефону наш разговор записывается я говорю хорошо вызывайте и он мне называет адрес гу в д и говорит в течение двух дней а вы обязаны явиться запишите мои фамилии имя и отчество иначе вы обязаны явиться я говорю хорошо ну и на этом разговор в принципе был закончен вот я тут же нахожу по этому адресу действительно там находится гу в д и города москвы и я звоню туда на горячую линию объясняю ситуацию они тоже говорят у нас такого сотрудника нет это мошенники ну и естественно там записали телефон с которого звонили но я так понимаю что этот телефон бесполезный потому что они тут же отключаются после таких разговоров ну вот как-то так то есть я почему решила все это записать потому что по поводу службы безопасности сбербанка это уже давняя история уже многие об этом знают и правильно реагируют там не дают никакие данные или вообще не разговаривают но вот видите они тактику поменяли поменяли тактику теперь нам звонят из губ д вот и это самое причем они даже фамилии не называют хотя при заведении уголовного дела если там что-то какие-то мои данные попали в уголовное дело они должны обращаться по идее по фамилии спрашивать фамилии мало ли совпадение каких-то данных имени отчества вот и поэтому я вот решила записать такую болталку совместить с прогулкой ну как говорится предупрежден значит вооружен так что осторожней не давайте данные даже где ваш банк находится потому что неизвестно как мошенники это все используют вот ну как то вот так причем если звать на мобильный высвечивается московский номер на 495 но под ним подписано московская область если тут же перезвонить на этот телефон то там он уже будет недоступен ну вот такая вот у меня история произошла так что предупрежден значит вооружен не попадайтесь вот но мы сейчас немножко еще дальше пройдем вдоль шлюзов посмотрим что там еще цветет я знаю что раньше здесь даже люди вот там в глубине были полянки вот там даже видно люди выбирали все на шашлыки чтобы далеко от дома скажем так не отходить но сейчас по моему этого нету потому что видите все заросло такой кусочек дикого леса в москве здесь еще что-то цвести собирается но еще не цветет знаете чё я сейчас остановилась женщина собачка остановилась и здесь оказывается белки смотрите и отсюда мне трудно показать они на самом на самом верху я ты еле увидела вот но есть белки так классно я даже не знал что у нас здесь белки это женщина она здесь постоянно гуляет с собачкой смотрите какая кормушка и она говорит а вот это что такое сейчас посмотрим это что-то посадили что ли да он смотрите что-то какие-то всходы ведь вот везде эти бутылки стоят чтобы не погибли а что это не знаю какое-то растение какое-то растение ну вот и она говорит что в том году здесь вообще никто не ходил из-за пандемии смотрите бутылку с водой и вот здесь они вообще ничего не боялись и были такие откормленные тоже все равно здесь кормили но и плюс не пугал никто никто же самое смотрите еще а а вот смотрите видно кто-то приносил орешки вот они здесь грызли но папа к сожалению я их не вижу они там очень высоко я видела какое движение среди веток но но говорят эта женщина сказала что здесь сидят вылетают но дятлы к нам прилетают около дома тоже деревить они он там наверху наверно где идут в дуплах он там даже деревья очень высокий вот вот так похожи даже вокруг дома своем районе и нахуй узнаешь что-то интересное ну и вот так за разговорами мы с вами дошли до конца парка из парка там нас больница новая строится подошли мы волоколамскому шоссе слышите сразу слышно шум вот и вот здесь смотрите здесь какой-то видно стопса рим был но видно очень старый не поддерживается да там сейчас сейчас я ой я спускаться вот на это не буду там какая-то решетка вот и вот это вот горка вот это вот горка это вот шлюзы но сегодня я туда не пойду как-то выбрать еще время по лестнику можно подняться можно подняться вот такой тропинке ладно давайте немножко поднимусь покажу вам вот ну и на этом я закончу сегодняшнее видео спасибо что прогулялись со мной надеюсь что мой рассказ кому-то будет полезен так что аккуратнее с такими звонками спасибо что погуляли со мной спасибо что послушали я всем говорю до свидания подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтоб не пропустить следующее видео ладно уж раз пошла значит пошла сейчас чуть посмотрим чуть-чуть а уже подробно погуляем здесь следующий раз вот это шлюзы вот там видите баржа стоит она будет сюда продвигаться ну и дальше вот там туда дальше 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 ну вот как то так все я говорю вам до свидания пока пока еще обязательно увидимся